Палата представителей США приняла все четыре проармянские поправки как-то об осигнованиях на национальную безопасность на 2023 бюджетный год. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Армянский национальный комитет США. Как сообщают, в поправках содержится призыв к Азербайджану немедленно освободить так называемых армянских военнопленных, которые на самом деле являются диверсантами, задержанными после подписания заявлений 10 ноября 2020 года. Обращение к президенту США прекратить поставки в Турцию истребителей F-16 и оборудование для их модернизации, а также расследовать являющиеся плодом больного воображения армянского лобби некие антиармянские военные преступления, совершенные, по словам ходатайствующих, с помощью турецких беспилотников. Баку-ТВРУ обратился за комментарием к политологу Ильгару Велизаде. К большому сожалению, американский конгресс не в первый раз становится послушным орудием в руках армянского лобби, которое проводит свою традиционную антиазербайджанскую, антитурецкую политику, используя конгресс в качестве инструмента давления на Баку и на Анкару. Такая незавидная участь американского законодательного органа быть послушным орудием в руках армянского лобби и отдельных его нечистоплотных представителей в лице таких конгрессменов, как Фрэнк Палоне и ему подобных, конечно, вызывает огорчение и сожаление одновременно. Дело в том, что мы всегда говорили, что американские долгосрочные интересы в регионе определяются такими крупными энергетическими, транспортными, военно-логистическими проектами, которые были реализованы на протяжении последних десятилетий при помощи активного участия Азербайджана и, естественно, Турции. Кроме того, в нашем регионе сегодня реализовываются достаточно амбициозные и масштабные по своему характеру проекты, которые в целом поддерживаются со стороны официального Вашингтона. И свидетельством того может стать несколько писем президента Соединенных Штатов Америки, обращенных президента Азербайджана, в которых подчеркивалась роль и значение Азербайджана в текущей американской политике. К сожалению, такие, как Палоне, такие письма не читают. А армянское лобби, которое абсолютно слепо и глухо к американским национальным интересам, является просто кучкой дельцов, которые проворачивают свои сомнительные операции и абсолютно не считаются с интересами своей страны. Стоит ли говорить, что вот эти поправки, они абсолютно не соответствуют реалиям, духу и реалиям сегодняшнего времени, абсолютно вредны и в конечном итоге, скорее всего, будут проигнорированы американской администрации.